ДИНАМО В единоборстве у штрафной площади команда Ростов, защитник, совершает фолл по неосторожности против нападающего Спартака. В данной ситуации комиссия считает неверным вынесение предупреждения этому игроку, которое было для него вторым, и игрок вынужден был покинуть поле. Это регулярный фолл, и надо было ограничиться вынесением штрафного удара. Мы очевидно видим попытку игрока в белой форме явно сыграть в мяч головой. И от касания головы мяч попадает в руку. Современная трактовка правил игры говорит о том, что если игрок умышленно играет мяч головой, то дальнейшее касание мяча и руки не является нарушением правил. В эпизоде единоборства в штрафной площади защитник пытается сыграть мяч, но по неосторожности сбивает соперника правой ногой. И касание мяча не происходит, поэтому фолл по неосторожности должен быть наказан назначением 11-метрового удара. В данном моменте игрок пытается нанести удар поворотом, но вратарь в безрассудной манере прыгает и совершает безрассудный фолл, ногами сбивая нападающего. В этой ситуации должен быть назначен 11-метровый удар и вынесено предупреждение вратарю за безрассудный фолл. В кубковом матче СК Хабаровск-Рубин произошел инцидент, который, по мнению комиссии, должен был быть наказан удалением игрока с поля. Учитывается интенсивность прыжка, активность действий и контакт локтя как оружие в единоборстве с соперником. К сожалению, в данном матче не было системы ВАР и никто не смог помочь арбитру Павлу Шудыханову принять правильное решение по удалению игрока с поля. В данном видео мы видим противоположный предыдущему момент, когда незначительное касание руки и лица, которое во многом вызвано еще и действиями игрока в голубой форме, который за руку тянет соперника, привело к удалению с поля. На наш взгляд это ошибочное решение. Достаточно сложный момент, в комментарии к которому хотелось бы разделить на две части. Первое. Судья не дает свисток после контакта нападающего и защитника, продолжая игру и соответствующим образом считая, что здесь нет фола. Через некоторые 2-3 секунды происходит контакт вратаря, который нарушает правила и избивает нападающего. Если в этой ситуации после первого контакта судья продолжил игру, то он обязан был назначить 11-метровый удар. По мнению комиссии, судья ошибочно назначил 11-метровый удар. В момент, когда игрок в белой с синей форме наносит удар по воротам, вратарь, выходя на перехват мяча, в безрассудной манере сбивает нападающего, так и не коснувшись мяча. По нашему мнению, судья должен был назначить 11-метровый удар. В данном матче, контролируя этот момент из идеальной ситуации, судья, на наш взгляд, ошибочно не назначил 11-метровый удар. И хотя действия игрока в белой форме не носят экстремально жесткий характер, тем не менее, толчок в спину руками должен был наказан 11-метровым ударом, как за пол по неосторожности. В данный момент комиссия расценила, как лишение соперника явной возможности забить гол, когда защитник умышленно руками сбивает нападающего, который через мгновение овладеет мячом и будет иметь отличную возможность забить гол. В данном случае штрафной и красная карточка игроку в белой форме.